Добрый день, с вами Алина Ноличенкова, имиджмейкер, визажист, диджитал стилист. В этом видео мы с вами продолжим говорить о кошерной одежде. Мы с вами уже выяснили о том, что в Торе предписано, в Торе говорится о том, что женщина не должна носить брюки. Соответственно, мы с вами делаем вывод, что женщина должна носить юбки, либо платье. Мы с вами выяснили о том, что мы с вами дочери царя, царя нашего Всевышнего. Поэтому мы должны одеваться скромно, сдержанно, но при этом стильно и элегантно. Сегодня же мы поговорим о том, какие именно есть законы и правила в кошерной одежде. Эти законы определены мудрецами. Произошло это после разрушения второго храма и описано это в Шелхана Рух, где расписаны все законы еврейской жизни. Итак, есть определенные границы, больше которых нельзя показывать женское тело. То есть наша одежда не должна быть короче локтей, локти должны быть закрыты, колени, даже в сидячем положении наша юбка должна закрывать наши колени. И ключицы, они тоже должны быть закрыты. Давайте рассмотрим несколько вариантов модных рукавов, которые нам могут подойти. Вообще, главный тренд 2023 года это максимальная женственность. Дизайнеры используют различные приемы, чтобы создать красивые и романтичные образы в одежде. И не последнюю роль в этом играют именно рукава, интересные и привлекающие внимание. В тренд входят невероятно пышные и крупные фонарики. Да, не всем они подойдут, но подобрав правильные формы данного рукава, можно выглядеть очень изящно. Рукава, расклешенные к низу, мягко и женственно. Снова в моде женственный и оригинальный крой летучая мышь. Такой рукав очень хорошо скрывает многие недостатки силуэта. А еще один его плюс это универсальность. Свободный крой подойдет как стройным, так и полным девушкам. Моду этого года невозможно представить без стиля викторианской эпохи. Поэтому на рукавах используется декор в духе романтизма 19 века. Воздушные валаны, милые рюши, гипюровые ткани. Вообще гипюр и кружево эти элементы всегда добавляют женственности в образ. Еще хотел бы остановиться на популярном рукаве 3 четверти. Он смотрится сдержанно, изящно и элегантно. Он позволяет подчеркнуть действительно изящество женских рук и вместе с тем скрыть недостатки. Ну например полноту рук. Поэтому данная длина рукава часто рекомендуется для создания эффекта более тонкого силуэта. Он визуально делает всю руку тоньше и добавляет образу аристократичности. Но не всегда простой рукав такой длины в тренде. Сейчас он не в моде. Что же можно сделать? Например, можно закатать рукав пиджака или кофты на 3 четверти. Можно выбрать актуальный нынче необычный фасон рукавов. Пышные, интересные, собственно те, которые мы с вами разобрали до этого. Да и вообще обращаю ваше внимание, что несмотря на моду, необычные фасоны рукавов всегда выглядят очень эффектно и привлекательно. То, что касается длины юбок, мы с вами поговорим об этом в отдельном видео. Это официальные правила. Это то, что прописано мудрецами. Да, это базовые законы. А дальше начинаются интерпретации. Так как даже среди религиозных есть разные мнения по поводу, насколько та или иная одежда кошерна. Кто-то считает, что нужно носить вообще просто одежду до кистей. Кто-то считает, что в принципе можно носить футболку, но обязательно должны быть закрыты колени. А также, например, есть разные мнения по поводу того, насколько одежда должна быть обтягивающая. При этом есть религиозные, которые носят только серую, синюю, темно-синю, черную одежду. То есть такие выбирают достаточно мрачные цвета. Но если мы хотим состояться в этом материальном мире, достигать успеха, то все-таки наша одежда должна быть разнообразной. Мы с вами женщины. И у женщин есть определенный силуэт, отличный от мужского. И как мы с вами говорили о том, что женщина отличается мужчиной, и должна носить юбки, платья, мужчины брюки, так и ее фигура отличается. Поэтому не нужно ее скрывать. Вот наше тело, оно дано всевышним таким, какое оно есть. Поэтому нужно просто красиво, эстетично его подчеркнуть. При этом нужно понимать, что у каждого есть свои особенности. И одна и та же вещь. На одной женщине может смотреться хорошо, красиво и уместно, а на другой вульгарно. Ведь у каждого своя фигура, свой цветовой тип. Я хочу с вами поделиться разными образами, которые мы подбирали для наших клиенток. У нас не стояла задача сделать их образ кошерными. У нас не было никаких ограничений. Но, тем не менее, создавая эти образы, в принципе, посмотрите, выглядит очень сдержанно, выглядит, в общем-то, кошерно, но при этом дорого. Дорого это когда скрыто то, что должно быть скрыто. Но при этом правильно подобранные фактуры, правильно подобранные цвета создают тот самый интересный, дорогой, сдержанный, скромный образ. Мы как дочери царя не должны скрываться. Мы должны быть красивыми и нести нашу красоту в этот мир. Но все должно быть целесообразно. Я желаю вам хорошего дня, вам и вашим семьям.